Приветствую вас, и вы знаете, мы не читаем мысли других людей, и мы не можем объяснить поведение человека, потому что это другой человек, не вы. Зато можно разобраться, почему у вас возникла ссора, ведь вы являлись одной из сторон ссоры, и если бы вы не были этой стороной, то ссоры бы не было, соответственно, вы являетесь ее причиной, то есть вам эта ссора для чего-то так же была нужна. Второе, почему у вас это вызвало истерику, что вас что-то зацепило в этой ссоре так, что вы впали в истерику, это тоже нужно исследовать, чтобы в следующий раз не допускать ни ссор, ни истерик. Что касается мужчины, то или просто человек, не человек, я почему-то думаю, что это мужчина, вот, то он, скорее всего, просто сливал на вас негатив, то есть нет, он этот негатив получил, на вас его просто сливал, и все. Еще раз, вопрос не в том, что двигало тем человеком, вопрос в вашей реакции на его поведение, на его действия, вот это то, о чем действительно стоит подумать, и это то, на чем действительно нужно поработать. Вот, потому что подобные вещи могут происходить снова и снова, подобные вещи могут происходить периодически, если на эти вещи реагировать так, как реагируете вы, ну, никаких нервов не хватит. И вы очень быстро можете или заболеть, или у вас появятся какие-то другие серьезные проблемы. Вот, если вы этого не хотите, то, соответственно, нужно срочно исследовать ваши реакции, ваше поведение, ваши желания и цели, и либо с этим человеком перестать общаться вообще, либо принять его таким, какой он есть, и не реагировать, либо потихонечку менять характер своих взаимоотношений с ним, вот. По-другому сделать, к сожалению, невозможно. То есть, вот вы говорите, да, неприятные случаи, ссора с человеком, чем для вас эта ссора была неприятна. Как вы отреагировали на его грубые слова и так далее? Откуда возникло ощущение, что он может вам сделать что-то плохое? Обязательно. Почему вы посчитали, почему вы посчитали, что он может вам сделать что-то плохое? Обязательно. Что уже были такие прецеденты? А может быть вы боитесь, скажем, насилия? Ну, может быть вы боитесь того, что вам что-то причинит вред, в силу того, что вы, например, не можете простроить свои личные границы? Если так, то с этим нужно тоже работать, чтобы вы чувствовали себя, ну, более защищенной, значит, при взаимодействии с другими людьми. И чтобы не прикладывали на них ответственность за то, что вы чувствуете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Наживайте, дай чувство! Машины в некоторых пределах, в целом блокierный блок автомобиля, то есть вот despair. И вполне спасибо. Надеюсь, что вы mistake. Продолжение, в центре двое��도 под